Запад уже все решил по поводу России. Нас определили в качестве врага. Одна из тенденций этого года, совершенно очевидная, это усиливающееся давление глобальных элит на элиты национально-государственного уровня. Процесс этот идет давно, но четко его озвучила, по сути дела, объявив войну, 12-13 октября 2012 года, Кристин Лагард в Токио на совместной встрече Мирового Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда. Сказала она следующее, что нужно подводить юридическую и моральную базу под изъятие, под экспроприацию средств у нечестно нажитых молодых денег. Вот про нечестно нажитых мы можем эллиминировать, потому что нечестно нажитые есть и старые деньги, а вот ключевая фраза молодые деньги. Это деньги олигархов России, Китая, Бразилии, стран БРИКС, нажитые, как она сказала, на торговле нефти, торговле вообще сырьем, и плюс бюрократия, которая вот связана, нечестные чиновники, которые связаны с этими людьми. И в основном, конечно, она намекала на незападный мир. Но вот Эммануил Валерстайн возразил бы, ей здесь очень-очень просто, на одном из заседаний Московского экономического форума, Валерстайн сказал буквально следующее. Он сказал, да, конечно, в развивающемся мире, в том числе у вас в России коррупция, но, говорит, посудите сами, коррупции больше всего там, где больше всего денег. А больше всего денег в Америке. Просто там это происходит в форме лоббизма. Но, тем не менее, Кристин Лагард, естественно, это не волнует. Она и тот сегмент мировой верхушки, который она представляет, они живут по принципу, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. И вот этот процесс давления на национально-региональные элиты, правящие группы, он развивается сразу в нескольких направлениях. Ну, когда-то, когда были годы тучных финансовых коров, можно было класть, и им говорили, несите ваши денежки. А потом, когда развернулась уже всерьез борьба за будущее, суть которой, кто отсечет кого от общественного пирога, здесь уже, как говорил герой одного советского фильма, здесь не до юбочной чести. Здесь большие рыбы пожирают малых, и начинается отъем собственности. По разным причинам. Кого-то обвиняют в том, что они, так сказать, олигархи, связанные с неким большим начальником. Кто-то просто, так сказать, коррумпирован, кто-то не нравится. Но самое главное, идет отъем средств, потому что на всех в будущем не хватит. И вот это место для верхушки, оно сокращается, поэтому те, кто наелся в эпоху неолиберальной вот этой революции или контрреволюции, это уже зависит от точки зрения, они должны поделиться. И вот здесь Россия оказывается, так сказать, на перекрестке сразу двух линий. С одной стороны, у России вот те самые молодые деньги, о которых говорил Кристин Лагард. Но в то же время Россия это единственная страна с региональной элитой, мощной государственной элитой, в которой есть хорошая штука. Ядерное оружие называется. И вот это делает Россию главной мишенью. То есть Россия делает мишенью странным образом сочетания силы и слабости. Слабость России по сравнению с тем же Китаем и Индией заключается, так сказать, в том, что колоссальный разрыв между богатыми и бедными. Вот по такому показателю, как концентрация богатства в руках 1% населения, у России этот показатель 1 к 71. Следом за нами идет Индия 1 к 49, среднемировой 1 к 46. То есть у нас он очень высокий. С другой стороны, скажем, огромная масса индейцев, они привыкли жить в бедности. Вообще просто то, что англосаксы называют misery. Ну достаточно сказать, что 732 миллиона индейцев, 54% населения, это официальная цифра, которая в индийской статистике, у них нет доступа к туалетам, ни к общественным, ни к частным. В Китае эта цифра 25%, то есть 340 миллионов. Ну, в таких странах, как Эфиопия, там 93%. Вот. Ясно совершенно, что у России совсем другое положение. Достаточно проехать по крупному российскому городу, условно говоря, Тольятти или Иркутск, и по городу Мумбаи, в странах, где цивилизация, а где нет. Где огромный разрыв. Тем не менее, вот такие количественные показатели, они делают Россию очень уязвимой. В одном из недавних докладов Высшей школы экономики говорится о том, что 8% населения России не имеют доступа к лекарствам, 17% не доедают. Ну, я думаю, что эти 8% они входят в 17%, но мы в любом случае получаем 20% людей, которых, в общем, социальная реальность толкает, если называть вещи своими именами, в могилу. Нет лекарств, нет еды, ослабленный организм, все букет болезней связаны с недоеданием и вот, так сказать, этими несчастьями. То есть, в этом отношении Россия уязвима. И ясно совершенно, что если экономическая ситуация будет в России ухудшаться, а как говорят экономисты, причем и либеральные, и нелиберальные, она будет ухудшаться, то этот разрыв будет увеличиваться, и это делает Россию, так сказать, уязвимой. То есть, можно бить по неким болевым точкам. А с другой стороны, есть причина бить по этим точкам, потому что в России есть ядерное оружие, и с Россией нельзя разговаривать так, как можно разговаривать с Бразилией, как можно разговаривать, например, ну, даже с Китаем. Хотя Китай, конечно, в экономическом плане, так сказать, намного более, так сказать, мощная страна, чем Россия. И вот то, что мы видим, скажем, удары на таком фронте холодной, новой холодной войны, как Олимпиада, вот это такая эрзац война, это удары по очень чувствительным для России, так сказать, таким точкам. То есть, логика такая, для вас важен спорт, вы, так сказать, вложились в спорт, вот мы вам сейчас покажем. В спорт вы приедете под белым капитулянским флагом, или, и еще добавку всему, репарации заплатите 15 миллионов. То есть, вот эти две тенденции, нарастающее давление на Россию, как в военном плане наиболее мощную страну, так сказать, молодых денег, и с другой стороны, давление вообще на молодые деньги, оно делает вот эту, так сказать, точку очень-очень такой, ну, взрывоопасности. Фасальная разница с 1966 годом, когда Северная Корея выступала на чемпионате мира, выступала очень успешно, более того, в матче с командой Португалии, в который играли Эйсебио, Аугушта, Симоиш, корейцы чуть не выиграли, они вели 3-0, в конечном счете проиграли, 3-5, потому что ушли в глухую защиту, но корейцы их просто перебегали, и тогда в Северной Корее Англия руку плескала, и было совершенно другое отношение, потому что Северная Корея была частью социалистического лагеря, и отношение было другое, а сейчас тут не только Северную Корею чморят, но и Россию, мне непонятно только одно, как могли чиновники, которые за это отвечают, как они могли так долго раскачиваться, ведь очень просто было ответить, понятно было совершенно, что Россию не пустят, но у них есть список Магнитского, пожалуйста, сделайте список Баха, то есть отвечать ударом на удар, очень наши чиновники закрылись и ждали, а может быть проскочим, ну проскочили, что вот мы с позором едем, потому что там придется испытывать постоянный позор, вот недавно Ковальчук, игрок СКА Санкт-Петербург и сборной страны, он в интервью сказал, что понятно, что будут по мелочи сбивать дыхание, ну и комментатор по этому поводу сказал, ну вы взялись, вы поехали, будьте готовы испить чашу, хотя, на мой взгляд, решение жесткое, но справедливо было бы таким, Россия не едет, как государство, ребята, вы можете ехать, мы не можем вам запретить, но вы едете за свой счет, потому что вы не представляете в данном случае Россию, вы готовы не представлять Россию, получается странная вещь, они Россию не представляют, а едут за государственный счет, я ни в коем случае не хочу укорить спортсменов в этом плане, виноваты чиновники, и очень странно, что эти чиновники до сих пор занимают свои должности, нужно было вышибить их с этих должностей с позором, потому что именно они, запада спрос какой, это враг, он так и должен действовать, но что же вы подставляетесь под эти удары, значит вы плохо воюете, вы проиграли, вы проиграли вот это сражение на этом фронте, и я думаю, что не за горами аналогичная акция по поводу чемпионата мира по футболу, и вот, то есть это давление на каждом квадратном сантиметре, есть в хоккее такой термин, фурчекинг, когда просто, так сказать, человека, так сказать, там, толкают, бьют клюшкой по, так сказать, по рукам, вот это и идет, и это идет по нарастающей, причем вся эта история с Олимпиадой, было видно, что вот был первый вброс Запада, они смотрят, а какая будет реакция, будет, ах, никакой реакции нет, ну мы еще пройдем, мы еще пройдем, на Западе прагматичные люди, и если бы с самого начала была жесткая реакция со стороны России, не жевали бы сопли, то и у Запада была бы другая реакция, Запад точно хорошо понимает силу, сила не была проявлена, кроме того, раскачивались долго, кто-то из нашего Олимпийского комитета говорит как-то, мы соберемся на следующей неделе и обдумаем ситуацию, а в следующей неделе будет поздно пить боржоми, но это вот конкретный пример этого процесса, если говорить еще о макро-тенденциях, во всем мире идет процесс социального расслоения, он идет в Россию, он идет в Бразилию, он идет в Китай, вот недавно в Китае вышел такой роман, Хао Цзинфана «Складной Пекин», он получил премию Хуго, очень престижная премия в мире, и там рисуется ближайшее будущее Пекина, таким образом, в Пекине и вообще в Китае три группы населения, но в Пекине вот их, так сказать, три, пять миллионов – это верхушка, двадцать пять миллионов – средний класс, и несколько десятков миллионов – это низы. Различие между ними не только имущественное и социальное, различие социобиологическое на то, сколько им позволено бодрствовать. Вот представители верхушки в этом романе в Пекине, они бодрствуют сутки, двадцать четыре часа, с шести утра одного дня до шести утра другого, потом они принимают лекарства и засыпают, и вступают тогда средний класс, который, значит, просыпается в эти шесть часов и до десяти вечера функционирует. В десять вечера баиньки и просыпаются низы, а у них только восемь часов, с десяти вечера до шести утра. То есть, здесь в научно-фантастической форме показан процесс, социальный процесс, который уже касается самой жизни. Я в связи с этим вспоминаю фильм «Время», где социальные различия связаны с временем, но ведь действительно они связаны с временем. Достаточно посмотреть, вот средняя продолжительность жизни, скажем, в том же Риме была 22-25 лет, но римляне жили из патриции, из высших групп, но они жили по 75-80 лет, также жили при средней продолжительной жизни в 45 лет в Англии в конце XIX века, так жила английская аристократия, то есть богатые и знатные, они уже последние 2-3 тысячи лет, они так и живут, 80-85 лет, то есть это означает, что транслируется их социально-экономическое положение, транслируется во время жизни. Вот это еще одна тенденция усиления социального контроля над населением. Кто-то говорит о чипизации, кто-то говорит об отмене денег и введении карточек, это действительно усиление социального контроля. У нас здесь, ну, я не могу сказать, что это оптимизм, но может оптимизм. Наш оптимизм заключается в том, что в России обязательно это сломается, или кто-то что-то украдет, и до конца это не получится. Это так же, как когда-то кто-то говорил, что вот в России чуть-чуть, это кто-то из наших либерастов говорил, еще чуть-чуть у нас будет полицейское государство, но кто-то очень метко ответил на это, полицейского не будет, будет милицейско-бандитское. Но что касается Китая, безусловно, это очень организованное общество, и там это вещь реальная вполне, это вещь реальная на Западе, причем на Западе, она реально вдвойне и технически, и с точки зрения вот этого послушного, комфортного населения, которому скажут, оно будет выполнять. Скажем, в той же Индии, это тоже реально, поскольку общество кастовое, люди привыкли подчиняться очень жестко, вообще вот этой социальной несправедливости. В России ведь еще есть одна замечательная вещь, которая блокирует многие штуки-дрюки, это социальная справедливость как ценность. Она, во-первых, существует в русской культуре, во-вторых, она была подпитана социализмом, и вот она никуда, она все равно никуда не делась. Скажем, если индиец воспринимают социальную несправедливость, это нормальная кастовая система. Бразилиец это воспринимает, потому что он живет в периферийной капиталистической стране. Для русского здесь, это не норма. Кроме того, в России было традиционно специфическое отношение между господствующими группами и угнетенными. Дело в том, что когда окончательно в 1649 году соборным уложением было закрепещено население, причем не только крестьяне, но и посадские люди, и дворяне, и дворяне служили государству, и крестьяне служили дворянам, поэтому потом, при Петре III, этот договор был расторгнут. Дворяне получили право не служить, хотя большей части не все равно продолжало служить, потому что дворяне были бедным, материально бедным сословием. Они продолжали служить, но право не служить у них было. Поэтому, скажем, сухого кобыля, но у него эпитафия, никогда не служил. И крестьяне, после того, как ясно стало, что дворяне могут не служить, крестьяне решили, что их освободят на тот же день, на следующий день. Их освободят действительно на следующий день. Указ был 18 февраля 1762 года, а 19 февраля 1861 года крестьяна отпустили через 99 лет. Но с этого момента крестьяне воспринимали свои отношения с барами как несправедливые. И Пушкин даже об этом написал. Русский мужик не уважает своего барина, а вот англичанин своего барина уважает. Вообще нужно сказать, что европейцы, и особенно англичане, с 15 по 18 век, они смогли навязать свои ценности, свои господствующие классы, основной массе, как общенациональные. И наибольшие в этом плане, под наибольшим успехом воспользовались англичане. Там, так сказать, просто очень активно этот процесс прошел. В России ничего подобного не было. Абсолютно ничего подобного не было, потому что считалось, что произошел большой обман. И бари владеют ими, не сказать, несправедливо. Потом 1861 год, реформа, которая лишила крестьян третьей земли, опять несправедливость. Отсюда отношение, отношение вот к господствующему слою. Вот такое. Этого нет ни в Индии, ни... Поэтому, вот то, что называют повседневным русским хамством, это обратная сторона этого процесса. Кто-то, я не помню, из наших путешественников, богатеньких, сказал, что вот в России, к сожалению, даже в дорогом ресторане, если у официантки плохое настроение, она обязательно даст это почувствовать. А вот во Франции или Германии это невозможно. Да, это одна страна дела, потому что там люди абсолютно вышкаленные. А вот здесь система не укатала, не укатала человека. Но в конечном счете, вот это вот наличие социальной справедливости как ценности, оно и приводит к тому, что население никогда не примет результаты 1991 года. И это создает постоянную, постоянную проблему в отношениях населения и, так сказать, и прихватизаторами. Отношение к богатым и знатам в той же Индии, в той же Китае, оно совершенно, совершенно другое. Сочетание этих тенденций, борьба элит верхнего и среднего уровня, противостояние целого ряда государств, условно говоря, прежде всего Россия, Китая и Запада. Недавно, например, американцы заявили, что Китай и Россия это ревизионистские государства, имеется в виду ревизия, изменение мирового порядка. Но дело в том, что это изменение носит объективный характер, поскольку Соединенные Штаты утрачивают свою гегемонию. И объективно, кто-то их двигает. Экономически их подвигает Китай. А в военном плане, вот у России тут, к несчастью, для них есть ядерное оружие. И отсюда вот это противостояние. Ну и, наконец, вот это еще очень важная линия. Экономическое расслоение во всем мире. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Более того, богатые слои и передовые области экономического развития, они становятся такими вот очагами развития. В той же Индии, например, есть сектора, просто в электронике, ну суперразвитые. Но это такие точки, вкрапления, точки роста, которые не имеют никакого отношения к самой Индии. Они связаны с такими же точками в Китае, в Соединенных Штатах, в Европе. Более того, скажем, тот же индийский капитал, он вложился так, в британскую промышленность, об этом просто, так сказать, не пишут. Но это больше, чем все евросоюзовские вложения в британскую промышленность. И учитывая давние связи Великобритании и Индии, британцы спокойнее контактируются с индийцами, которые вложились вот в эту традицию. Великобритании и Индии очень разные страны, но у них есть одна общая черта. Пожалуй, ни в одной стране мира верхи не относятся так плохо к низам, как в Европе, в Великобритании, а в Азии это Индия. И вот эти две традиции, они взаимно наложились. Во многих полицейских участках в Индии, например, там портреты начальников этих полицейских участков, они с колониального времени идут. Хотя Индия в 1947 году стала независимой, но традиция вот этого британского раджа, она идет именно оттуда, тем более, что именно британцы объединили вот эти вот княжества и политии в единое целое. Они их сдавили своим. До британцев не было Индии. Были маратхи, были сикхи, были государства юга. Они воевали. Это была такая мозаика. Они пришли, всех сдавили и на какое-то время навели порядок. И одной, кстати, одна из претензий деятелей на самоосвободительное движение Индии к британцам было то, что они не соблюдают свои же правила. То, что белые сахибы ведут себя не так, как они объявили. И психологически был очень целый ряд важных моментов. Ну, например, специалисты по социальной психологии отмечают, как изменилось отношение индийцев к белым женщинам во время Второй мировой войны. До этого белая женщина это было нечто. А во время войны появились американские комиксы, где были женщины так слегка полураздеты. И для индийцев оказалось, что белая женщина она такая же, как индийская. И очень сильно изменилось отношение вообще к белым во время войны. Тем более, что англичане терпели поражение от японцев. То есть, то, что происходит сейчас в афроазиатском мире, ну, вот целый ряд тенденций, которые за ними переплетаются, это усиление социального контроля с одной стороны. Огромная масса растет, которую трудно контролировать. А конфликты внутри элиты, конфликты внутри того мира, который раньше был, скажем, запад-восток, капитализм-антикапитализм, но это было, было нечто, так сказать, такое единое, это был развитый мир. Теперь и он раскалывается. То есть, мы движемся, так сказать, к миру, расколотому, вот просто целым, рядом острейших конфликтов, что очень напоминает ситуацию 15-го, 16-го, 17-го веков, возникновение капитализма. То есть, выход с капитализма, он зеркален в ходу. То есть, получается, борьба всех против всех, и, естественно, западные верхушки, поднаторевшие в этой борьбе, они постараются сохранить власти, привилегии, перевести их в другую форму, и убрать всех конкурентов. И в этом отношении наибольшую опасность, естественно, представляет Россия с ядерным оружием. Китай в меньшей степени. Китай при всей его чисто количественной экономической мощи, это мастерская, так сказать, конструкторское бюро находится в другом месте. И в этом отношении китайцы прекрасно понимают свою ситуацию и военную, и экономическую. Кроме того, Россия, русские для Запада, это в известном смысле, социально менее приемлемые персонажи. Скажем, вот нацистов с вами объявили японцев почетными арийцами. Вот легче американцам будет китайцев объявить почетными американцами, чем русских, потому что здесь постоянная угроза, она связана еще вот с чем. Дело в том, что жизнь в природных и исторических условиях России выковала людей с нестандартным мышлением, которые могут совершенно удивить неожиданно. Лет 20 назад в один из наших институтов академических приехала немка, у нее была диссертация на специфическую тему. Она исследовала структуру повседневности российской и показывала те примеры, когда русские используют некие предметы не по назначению. Ну, например, вы приходите в бухгалтерию, в чем там цветы держат, разрезается бутылка пластиковая, туда земля и вот он цветочек. Вот она это исследовала. Но как она исследовала? Она называла это варварством. А помните, была у нас такая передача «Пока все дома». Там было какое-то время, его уже давно нет, «Очумелые ручки». Это как раз и была передача от русской смекалки. И вот эта вот нестандартная мысль, она, в общем, создает проблемы. В противоположной стороне мой отец, который отвоевал войну, летчикам рассказывал, как они они не ждали, пока его заменят. А у них были умельцы, техники, которые, так сказать, просто проволокой это связывали, ни один самолет поэтому не разбился. И вот эта нестандартность мышления, ну, в общем, она тоже создает проблемы. То есть, не только ядерное оружие, но сам факт того, что мы сделали ядерное оружие, отчасти украли. Ну, как Ленин говорил, когда нужно, когда необходимо, можно и украсть. Но если бы не было субъекта, который мог бы это использовать и усовершенствовать, то ничего бы этого не было. То есть, вот эта вот цивилизационная нестандартность, умение выживать в разных условиях, она и создает проблемы. Кстати, Андрей Платонов очень хорошо сказал, русский человек может жить в одну сторону и в другую сторону и в обоих случаях останется цел. Он и говорил вот об этой способности жить в различных социальных условиях. Это то, чего нет, не только нету, это у Запада это было. Он их растерял за последние там сотню лет, поскольку утрачена трудовая этика, семейные ценности, все это вместе это уже подпоззапад. А у нас это сохранилось до сих пор и они прекрасно понимают опасность этой ситуации. То есть, как говорил Конфуций, кто отпрыгнул дальше всех будет прыгать еще раз, но мы перефразируем, тот, кто побеждает, он будет жить. Вот это жесткое условие, это императив вот того большого кризиса 21 века, в который мы вступаем. Вообще, Бродель называл период между феодализмом и капитализмом и социальным адом. И это время социального ада. И тот же Бродель в своей фундаментальной работе капитализм, материальная цивилизация 15-18 век стоял вопрос, можно ли вырваться из социального ада? Можно, но не в одиночку. В одиночку никто не вырвется. Вырваться можно только коллективно. То есть, здесь еще одна аналогия есть. Вот когда возникла ордынская система на Руси, победить могло только то княжество, где бояре перестали собачиться с князем, где возник княжебоярский комбайн. Чем отличалась Москва от Твери и всего остального? Там боярство очень хорошо осознало, что если они будут поддерживать своего князя, то таким образом сделочная позиция княжества и к Орде будет сильнее. И с другой стороны аналогично по другим княжествам. Поэтому Москва и победила. Она создала орк-оружие. Вот орк-оружием элиты в условии кризиса XXI века может быть только одно единство с народом. Владимир Путин на встрече с парламентариями озвучил ряд предложений в поддержку российского бизнеса, который сейчас мается и мучается за пределами России. Очень краткая информация дается в изложении первое продлить срок амнистии капитала, имея ввиду те внешние ограничения, которых не становится меньше, наоборот, суть по всему они имеют тенденцию к наращиванию. Здесь все взято в кавычки, это вот слова нашего президента. У меня сразу же возникает вопрос, это как продлить срок амнистии? У меня память, конечно, не самая идеальная, но вообще-то, по-моему, в середине прошлого года эта амнистия закончилась. Она начиналась в середине 2015 года, потом она продлевалась и жирная точка была поставлена 30 июня 2016 года. Поэтому слово продлить срок амнистии меня, в общем, привел в шоковое состояние. Значит, получается, что, оказывается, амнистия продолжалась, а мы с вами об этом не знаем. То есть, у нас непрерывная амнистия. Это что-то новенькое. Я не хочу сейчас читать лекцию на тему о том, как и кто проводил амнистии, скажем, последние десятилетия. Но это, как правило, всегда очень короткие промежутки времени. И, как правило, страна не злупотребляет этим инструментом, пользуясь не чаще, чем раз в 10 лет этим инструментом. А тут получается, что у нас какой-то перманентный процесс амнистии. Либо, значит, президент оговорился, либо его исказили, либо, значит, бумагу какую-то ему не то подсунули. Но вы понимаете, я вот сейчас бы хотел сказать, что подобного рода информация, она, в общем-то, понижает рейтинг первого лица нашего государства. И люди уже сегодня со мной возмущенно делились. Вот, не знаю, то ли сам президент занимается таким политическим мазохизмом, понижает себе рейтинг, то ли какие-то лукавые средства массовой информации искажают информацию, может быть, какие-нибудь спичрайтеры. И советники из окружения Путина подсовывают ему такие бумаги. Но, в общем, это крайне неприятно, конечно. Еще один вопрос, значит. Кроме того, президент предложил освободить предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию от подоходного налога. Здесь, правда, не в кавычке взято, а в изложении. По крайней мере, вот я просмотрел три-четыре источника, там в изложении. Значит, что значит освободить? Освободить навсегда? Это что? Продажа бессрочной индульгенции? Вообще-то, вы правы, что те предприниматели, которые работали внутри страны, они почувствовали себя просто обделенными, обманутыми, ну, как угодно говорить. То есть, получается, что такой важнейший как бы фактор конкурентоспособности оказался в руках именно тех беглых олигархов, которым сейчас предлагается вернуться. Либо, значит, на определенный срок, то есть налоговые каникулы, но тогда надо как-то говорить, потому что в таком варианте лучше не публиковать информацию, понимаете? Или речь идет о прощении неоплаченного ранее подоходного налога. То есть, такие сырые вещи в Советском Союзе, да и во многих других странах сегодня как-то средства массовой информации не дают. А тут вот такое ощущение, что президента как-то подставляют. Ну и дальше вот такая тоже фраза, взятая в кавычки, будем в этом направлении работать дальше. Вы знаете, все-таки надо сначала вопрос готовить, а потом его уже озвучивать. Так как сейчас это подано, это вот действительно приводит нас в шоковое состояние. Ну и еще, значит, хотелось бы обратить внимание, что та амнистия, которую мы с вами вспоминали, которая длилась с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года, я это хорошо помню, потому что писал пару статьей на эту тему. Сначала эта амнистия предусматривала возврат денег и активов, но где-то весной 2016 года были внесены поправки в соответствующий закон, которые предусматривали, что достаточно только декларирования наличия таких активов и капиталов за рубежом. То есть, даже не требуется возврат. В общем-то, под словом амнистия всегда понималось именно возвращение капиталов, а не просто декларирование наличия этих капиталов и активов за рубежом. Вот это очень любопытный момент тоже. Возникает вопрос сейчас-то что предлагают задекларировать или вернуть? Если освобождение от всех видов ответственности, то, извините, это означает последний удар по тому суху, на котором находится вся наша власть. То есть, фактически декларируется о том, что отныне никакие законы не работают, потому что вот тоже посмотрел мировой опыт да и у нас были до этого попытки амнистиировать капиталы, там все-таки говорилось о том, что под амнистию попадают только те капиталы и те активы, которые связаны с нарушением налогового законодательства, проще говоря, с неуплатой налогов. А по поводу других нарушений, тем более уголовных нарушений, ничего не говорится. А тут говорится о любой ответственности. Честно говоря, это уже выхули далеко за рамки темы офшоров, офшоризации, осуществования нашего государства. Понимаете? А я понимаю, почему, значит, такие формулировки рождаются. Да потому что 90% того капитала, который сегодня за пределами России, это капитал, который оказался там в результате и вообще появился на свет Божий в результате не только и не столько нарушений налогового законодательства, а гораздо более серьезных нарушений, в том числе и рейдерские захваты. Вот была у нас очень популярной в последние месяцы тема банков и черных дыр банковского мира. А что такое черные дыры банковского мира? Это означало не что-линое, как незаконный вывод активов кредитных организаций за пределы страны. Это вообще-то говоря уголовщина. А если кокнуть глубже, о приватизации, намного намекали на то, что никакой ревизии приватизации быть не может. По крайней мере, половина офшорных активов российского происхождения это те активы, которые родились в годы лихой приватизации. То есть нам хотят сказать, что ребята, все, мы ставим окончательно жирную точку, мы больше к вопросу приватизации возвращаться не будем. А народ с этим не согласен. У нас все-таки бизнесменов несколько процентов населения, а граждане, как вы понимаете, это величина, которая стремится к 100%. И естественно, что возникает вопрос, на каком основании они освобождаются от подоходного налога, мне, значит, замораживают пенсию, или, значит, закрываются какие-то медицинские учреждения, закрываются школы, ну и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это ведь вещи, которые цепляют каждого человека, а не только бизнесмена. Хотя я с вами согласен, что наши предприниматели тоже затарили обиду в связи с подобного рода заявлениями, да и тем более, что большинство наших предпринимателей, они по своему положению, они намного возвышаются над среднестатистическим гражданином. Если вы посмотрите, что такое малый бизнес, то это просто способ выживания людей в условиях нынешнего беспредела. Таких миллионов люди мечтали бы завязать таким малым бизнесом и заняться чем-то серьезным. Но дело в том, что власть не дает возможности людям заняться действительно творческим трудом, потому что фабрики, заводы закрыты, конструкторские бюро закрыты. Ну, в общем, люди с хорошим образованием вынуждены заниматься операциями купи-продай. И мы с вами сейчас пафосом обсуждаем, насколько несправедливо все то, что сказал президент Российской Федерации. Но есть ли какие-то альтернативы тому, что вот сейчас там замышляет власть? По большому счету есть, конечно, но хотя бы две, то, что мне сейчас пришло в голову. Во-первых, через суды. Мы очень точечно решаем эти вопросы. Ну, например, беглый олигарх Сергей Пугачев. Да, процесс идет тяжело, но тем не менее, значит, он все-таки идет. или там бывший министр финансов Московский Росказ и Кузнецов. По этому персонажу тоже мы пытаемся как-то налаживать отношения с правоохранительными органами Европы. Понятно, что здесь КПД этих контактов очень низкий, но тем не менее, ведь мы почему-то этот вариант вообще не обсуждаем. А с моей точки зрения мы могли бы повысить КПД этих усилий, но для этого нужны соответствующие законодательные акты. Государственная дума просто не обсуждает этот вопрос. А второй вариант, он тоже апробированный человечеством, я его называю саудовский вариант. Говорят, что сом возвращенных капиталов Саудовская Аравия, вот в результате этой ночной операции, когда, значит, олигархи были взяты под белые руки, приближается к 100 миллиардам долларов. Я считаю, что это апробированный вариант, который, кстати говоря, не только в Саудовской Аравии использовался, он использовался и в Китае, он использовался в Южной Корее, ну и, наконец, надо иметь в виду, что мы почти никогда сами не вспоминаем собственную историю. Я помню, когда разрушали Советский Союз, сколько было в окре по поводу вот этого 1937 года. Я вот все-таки немножко подозрился в эту тему и могу вам доложить, что в 1937 году не столько эти процессы были связаны с тем, что пытались добиться от бывших пламенных революционеров, что они ошибались в понимании марксизма и были там оппортунистами, ревизионистами, но главное то, что они выдавали пароли и шифры банских счетов, а банские счета были открыты в швейцарских банках, в шведских банках и в американских банках. И должен сказать, что мы сумели вернуть достаточно большое количество денег, за счет которых проводилась индустриализация. Можно назвать это саудовский вариант, можно назвать это сталинский вариант, но тем не менее это очень эффективный инструмент. Мы этот вопрос вообще не обсуждаем. Иногда знания большие не нужны. Как говорили древние многознания ума не прибавляет, поэтому иногда оно только понимает. Путин олигархи окружения президента они пытаются играть по тем правилам, которые задает запад. В данном случае ведь смотрите, что происходит. Фактически пытаются перекупить вот этих самых олигархов. На чьей стороне они будут. Понятно, что времени остается все меньше. 2 февраля в Соединенных Штатах запланировано уже представление и обнародование доклада известного доклада об окружении президента Путина. Время остается чуть больше месяца. Поэтому они рефлективно начинают метаться. Все эти заявления, все эти проекты решений это в чистом виде рефлексии. Нет никакого продуманного плана, долгосрочного плана. Понятно, что у Запада гораздо больше возможностей переманить этих самых прессированных комяков, как я называю олигархов, потому что у Запада гораздо больше пряников. Другое дело, что эти пряники виртуальные, но дело в том, что наши дрессированные хомяки, они ведь этого не понимают. Они не понимают, они реагируют на любые такие блестящие штучки. Ну, а то, что это виртуальные пряники, ну, казалось бы, вот вам пример Керимова, которого задержали во Франции, и не просто задержали, а сейчас рассматривается вопрос, значит, блокирования, может быть, даже экспроприации его зарубежных активов. А давайте мы посмотрим на некогда самодовольного Коломойского. Сейчас принято решение о замораживании его активов на сумму примерно 2 миллиарда долларов Великобритании. Вот, 2 февраля, значит, вступает закон Великобритании необходимости декларирования всех капиталов, всех активов, которые пришли неизвестно откуда в эту страну и так далее, и так далее. Вот у них гораздо больше возможностей для того, чтобы переманивать на свою сторону. Этими методами мы действовать не можем. Это было еще несколько лет назад понятно. Смотрите, мы с вами, по-моему, обсуждали, что в 2014 году были поправки приняты к налоговому кодексу. Впоследствии эти поправки стали называться законом о дефсеризации или законом о киках. КИКИ это аббревиатура контролируемой иностранной компанией в этом году. Значит, этот закон уже о киках должен был быть реализован в полном объеме. Закон о киках предоставил возможность нашим богатеньким получить статус налогового нерезидента. Вот по некоторым оценкам из первой группы 500 самых таких топ-500 богатых людей в России примерно треть воспользовались возможностью закона и стали налоговыми нерезидентами. То есть, они получили вроде бы как право вообще даже не то, что не возвращать капиталы, а даже не декларировать. Там специальный список особо избранных людей, которым не надо даже уезжать за границу на полгода. То есть, это полное бесстыдство, но, тем не менее, это бесстыдство было принято нашей Государственной Думой. Практически, вот этот закон о киках, он сегодня становится вообще бессмысленным. Дело в том, что в прошлом году произошло подписание очень серьезного документа. Это многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информации. Это соглашение родилось в недрах ОСР, Организации Экономического Сотрудничества и Развития. В прошлом году, весной 2016 года, мы подписали это соглашение. На сегодняшний день, по моим данным, более сотни стран подписали это соглашение. И что-то удивительно, на что хотел бы обратить внимание. Во-первых, это соглашение не подписали Соединенные Штаты, то есть образовалась громадная дыра, и в эту дыру, безусловно, значит, хлынут все вот эти клиптоманы, все эти олигархи, не только российские. Это будет действительно единственный такой глобальный офшор. И второе, что обращает на себя внимание, это то, что соглашение об обмене финансовой информации, оно было рамочным. Суть его заключалась в том, что все страны приняли стандарт вот этой самой финансовой информации, которой следует обмениваться. А дальше начался процесс подписания двухсторонних соглашений, уже конкретно между отдельными странами. Так вот, на сегодняшний день Россия не подписала соглашения ни с одним государством. Есть страны, которые уже заключили по десятку соглашений, по два десятка соглашений, вот, это в основном европейские страны. У нас полное молчание. Ребята, если вы хотите бороться с вершаризацией, вы должны были быть впереди Европы всей. Вы должны уже были заключить 50 соглашений, а может быть 100 соглашений. Потенциально можно было заключить до 100 соглашений ровно столько, сколько было подписантов вот этой рамочной конвенции весной 2016 года. Полное молчание. Нашей власти, федеральной налоговой службы, министерства финансов, они вообще даже не затрагивают вопрос, а почему мы блокируем этот процесс? Я думаю, ответ всем понятен.